Здравствуйте, уважаемые студенты! Здравствуйте, уважаемые студенты! По дисциплине подъемно-транспортно-строительной, дорожной машине и оборудовании начинается следующая лекция. Лекция номер пятая. Называется «Комплект машин для строительства оснований дорог». План лекции. Первое. Зерновые составы щебеночных и гравийных покрытий и оснований. Второе. Щебеночные основания и покрытия. Машинная технология устройства щебеночных оснований. Третье. Устройства гравийного основания. Четвертое. Машины для распределения и укладки каменных материалов. Катьки-автогрейдеры. Ключевые слова. Комплект машин. Технология. Щебеночные основания. Гравийные основания. Каменный материал. Дорожные основания служат для распределения нагрузки, полученной через покрытие от транспорта, по нижнележащий слой грунт. Обычно она состоит из двух-трех слоев. Нижние менее прочнее, верхние более. Устройство щебеночного или гравийного основания является необходимым технологическим этапом в процессе дорожного и аэродромного строительства. Такое основание отличается высокой плотностью и прочностью. Щебеночное основание. Это конструктивный слой дорожного основания. Устроен из щебня различных фракций, подобранного согласно проекту ИПИТО. Распределена крупная фракция щебня. Это будет 20-40 мм, 40-70 мм. С дальнейшей расклинцовкой мелкой щебенкой и уплотнением метода заклинки. Гравийный оснований, конструктивный слой дорожного основания, устраиваемый из гравия или гравийно-песчайной смеси. Устраиваемый как нижний слой, друг слоевый основания. Вот как раз в таблице первое показано. При проектировании щебеночного гравийного покрытия и основания из плотных смесей применяемый материал должен отвечать требованиям ГОСТа. Рекомендуемый из жирновой состава смеси приведено в таблице первое. Это смеси для покрытия. Максимальный размер зерен от 40 до 20 мм. Показаны крупные и мельчие фракции. Смеси для основания. Показано 120, для 80, 40, 20 и 20. Смесь из неактивных и слабоактивных шлаков. Показано в таблице. Это означает, рекомендую, в зерновой составе смеси. Результаты эксперимента, проведенных по стандартной методике, были рассчитаны. Модуль упругости слоев из щебеночных песчаных и гравийно-песчаных материалов и сгруппирования по типам применяемой смеси приставленной таблице 2. Как всем прекрасно известно, по примеру с определением материалов изучают как раз основные понятия для определения модуля упругости. В данный момент модуля упругости используется свое значение для грунтов, особенно сыпучих грунтов. Таблица показана для покрытия, для основания, из неактивных и слабоактивных шлаков. Расчетное значение модуля упругости для каждого покрытия, для основания, из неактивных и слабоактивных шлаков показано на таблице 2. Например, для покрытия при щебне она должна достигать на 300 мегапаскалях, а при гравне – 280 мегапаскалях. Для основания тоже показано в первой строке 208-240 мегапаскалях. Из неактивных и слабоактивных шлаков при щебне в первой строке показано 275 мегапаскалях. Покрытие переходного типа строят на дорогах 4-5 технической категории. При интенсивности движения 250-300 автосуток – это щебеночные, гравини и шлаковые покрытия. При 1000 автосутках грунтовые из местных слабо каменных материалов, обработанных органическими вязками в мостовые сблуженные или колокольные камни. Щебеночные, гравини и шлаковые покрытия сложные, трудоемкие постройки и долговечные. Обладают низким сопротивлением износа, плохой связанности во влажный период, сухую погоду. Сложные организации их ремонта. Эти материалы, срезобразные для устройства, несущие слоя под покрытие с применением органических вязков. Щебеночные основания покрытия. Технологическая схема устройства щебеночные основания и покрытия. Включая вывозка щебня фракции от 40 до 70 и 70 до 20 мм для нижнего слоя. Распределение его булдозерами и самоходным распределителем. Уплотнение самоходным катками с гладкими вальцами, катками на прямоматической щенке, выбрать катками или виброплитами. Вывозка размеров щебня от 40 до 70 мм, верхного слоя и его распределение уплотнение с разысканием металлическими щетками, окончательное уплотнение поливкой водой. Коэффициент уплотнения щебня принимает равное 1,25 до 1,30 при максимальной толщине плотным состоянием не более 18 см. Уплотнение каждого слоя щебня происходит за три периода. В первый период осуществляется обжимка, обеспечение устойчивого положения щебня в слое. Скорость уплотнения 1,5 до 10,2 км в час. В конце новейшее для данного катка. По одному следу делается 3,6 проходов катка с перекрытием следа. Если после этого при проходе пяттонного катка не происходит заметный на глаз осадок щебня, обжимка закончена. Норма рассыпки щебня для расклинувания на 100 м2 поверхности. Если используется щебень слабых пород крупнее 70 мм прибегает к поливке. Второй период обеспечивается жесткость за счет взаимозаклинувания щебня. Катком проходит 10-35 раз по одному следу. В начале со скоростью 1,5 км в час. В конце новейшей скоростью для данного катка. Норма щебня для этой серии. 1,5 км в куб на 100 м2. При норме разлива воды 10-12 литров в метр в квадрате. Количество проводов катка 10-15 по одному следу. Уплотнение контролирует по отсутствию подвижности щебня. Прекращение вольн перед катком. Устойчивая работа двигателя при максимальной скорости их плотнения. Массу катка в каждый период меняет в зависимости от качества щебня или применяет катки другой массы. Уплотнение самоходными катками с металлическими вальцами начинает от обочин и приближает к скалочке дороги. Каждый последующий след прикрывает придерживающие на 1,3 ширине вальца. ДС для механизированного распределения щебня промышленность выпускает несколько типов укладчиков и каменных материалов. ДС-54 в самоходном гудшичном кладу. ДЭ-37А. Вырюбка с рабочим органом щебня укладчика равна 103 тонн в час. При ширине укладки 3,7 и толщина 17 сантиметров. Универсальный укладчик со сменой рабочим органом, который позволяет укладывать асфальтованные смеси в грунт, укрупненный с сементом и битомом. При укладке асфальтового битома вырюбка равна 62 тонн в час. При ширине распределение 3,5 и 3,7 и толщине до 300 мм. Самоходное распределение граи ДС-8 на гудшичном ходу. Самоходное на панематическом ходу распределение каменной мелочи Д-708А. Вырюбка при распределении каменной мелочи до 70 метров в час. Щеление полосы укладки от 0,25 до 3,75 метров. Емкость бункера 4,5 метров. Скорость распределения каменной мелочи 2,82 до 6,30 км. При работе с пескообразователем, пескоразбрасывателем 14,2 до 21 км. Мощность длина составляет 50 литров. Как раз в рисунке 1 показана технологическая схема устройства двухслойного щебеночного основания. Анастасия из нескольких элементов. Это будет 1,5 автосамоосвязь. 2,6 самоходный распределение щебня. 3,4,8,9,10 тяжелые катки. 7 поливомоечная машина. 11 навесной распределение щебня. Показано на рисунке 1. Устройство гравийного основания. Устройство гравийного основания включает следующую работу. Она показана на рисунке 2. Вывозка распределения гравийного материала для нижнего слоя. Укатка нижнего слоя с поливкой водой. Вывозка распределения гравийного материала для верхнего слоя. Укатка верхнего слоя с поливкой водой. Для устройства гравийного основания применяют гравийные материалы, Удовлетворяющие требования к оптимальной смеси. Оптимальные гравийные смеси приготовляют к карьере, вывозят автомобильными самосвалями, к месту производства работ, распределяя слоем заданной толщины и уплотняют. Необходимое количество гравийного материала определяют расчетом с учетом коэффициента уплотнения. До распределения гравийного материала должны быть созданы надежные упоры. Для этого необходимо отсыпать и уплотнят. Обочине отсыпать валик из грунта шириной не менее 1 метра. Как раз рисунка показана. Второе. Технологическая схема устройства двухслойного гравийного основания. А у нас состоит первая и седьмая. Самоохотные распорядители как раз показаны в рисунке. Вот как раз первое. Второе и восьмое. Автомобили самосвали показаны. Вот автомобиль самосвал. Восьмое. Пятое и девятое. Дежелые катки на пневматических щинах. Как раз показаны пневматические щины. Третье и четвертое. Автогрейдеры. Вот автогрейдеры показаны. Вот автогрейдер третье. И поливомоечная машина. Вот поливомоечная машина. Показаны рисунки второе. Машины для распорядения и укладки каменных материалов. Различают распорядители каменной мелочи, распорядители щебня и универсальные распорядители дорожно-строительных материалов. Распорядители каменной мелочи обеспечивают распорядение мелких фракций каменных материалов при поверхностной обработке покрытия. Они применяются также для рассеивания песка на дорогах с зимой при голодезе. Распределители бывают навесные, пристепные и самоходные. По типу дозеревающего рабочего органа различают распределители со щелыми, тарельчатыми дозаторами и дозаторами барабанного типа. Выпускается самоходное распределитель ДС-49 и Т-224. Распределитель состоит из следующих основных узлов двигателя, трансмиссии, рамы с транспортером, переднего бункера с разведительным шнеком, заднего бункера, загрузочного кабина, погрузочного мостика и ходовой части, состоящие из переднего управляемой, заднего ведущего мостов, рабочей площадки и системы управления. Как раз здесь сумка третья показана. Распределитель каменный, мелочи ДС-49. Она состоит из смены рабочих органов пескообразователей, это первое. Передний распределительный бункер, второе. Передний мост, третье, четвертое. Рама транспортера, гидросистема, пятая. Кабина, шестая. Вот как раз показана кабина. Седьмая задний мост, показан задний мост. Задний приемный бункер, вот приемный бункер показан. Погрузочный мостик, вот погрузочный мостик. Десятый транспортер и одиннадцатый распределительный шнек. Катьки. По способу перемещения техники делятся на следующие типы. Присепная, полуприсепная, самоходная. По типу воздействия на материалы дорожные катки делятся на статические, вибрационные. Что такое статические, вибрационные, вы прекрасно знаете по предметам теоретической механики, сопротивление материалов. По массе устройства классифицируются на легкие, это катой мало используется при проведении ямочного ремонта и асфальтировании небольших территорий. Устройство имеет массу до 4 тонн и применяется при асфальтированных паркингах, автостоянках, велосипедных и пищеводных дорожках, спортивных и игровых площадок. Тяжелые катки данные группы имеют массу, превещающую 4 тонны и чаще всего применяются текущим и капитальным ремонтом автодорог. Наибольшую эффективность они показывают при наличии особых требований, уплотняемых поверхностных сочетаний со значительным объемом производимых работ. По данному критерию дорожные катки делятся на гладковальцевые, кулачковые, решетчатые, пластинчатые, ребристые, племяконосные. По числу оси катки дорожные делятся на одноосные, двухосные, трехосные. Как раз из него четвертый показан вибрационный каток, а рисунки пятый пневматический каток, рисунки шестой кулачковый каток, как только мы сказали, перечислили по своим признакам. Гладкие катки, хотя и малопроизводительны, наиболее пригодны для малосвязных грунтов. Недостатие в том, что они могут уплотнять тонкие слои не более 0,2 метра, требует сравнительной большого числа проходов на малых скоростях и большого фронта работы. Все это создает значительные затруднения при организации скоростного строительства землеполотна и препятствует полноценному уплотнению насыпи. Кулачковые катки предназначают на основном для связных и малосвязных грунтов. Обладая одинокую с гладкими катками массой, они дают почти вдвое большую глубину уплотнения и требуют меньшего числа проходов. Кулачковые катки эффективнее работают в рыхлых и комковых грунтах и совершенно непригодны привлечь на них. Присыпные катки обычно работают по нескольку штук с одним тягичом. Особенность работы кулачковых катков в том, что они уплотняют грудь ниже уровня заглубнения кулачков. Барабаны катков полы для нагрузки их балластом. Эффективность кулачковых катков увеличивается при использовании их совместно с катками на пневматических щинах. Сначала укатку проводят кулачковые катки и при дальней требуемой плотности верхнего слоя достигают укаткой катками на пневматических щинах. Катки на пневматических щинах могут уплотнеть связные и несвязные грунты. Дальние катки значительно эффективны гладких жестких катков за счет снижения числа проходов. Самоходные катки на пневматических щинах применяют основную для уплотнения оснований и покрытия. Автогрейдер Следующий этап называется автогрейдер. Самоходные модели грейдеров. Автогрейдер представляет собой всесезонные дорожные машины, незаменимые для планировки слоев и откосов зеленого полотна при строительстве автовидных дорог. Планировки обочин автовидных дорог, очистки покрытия обочины от снега. Для автогрейда характерна большая маневраность, возможность сменения углов установки отвала горизонтальной и вертикальной плоскостью, а также способность осуществлять вынос отвала в сторону. Кроме отвала и кирковщика, автогрейдер может быть укомплектован различными видами смены навесного рабочего оборудования и сетового нивелирования. Автогрейдер разряд по весу машины от 9 тонн до 10-12 тонн, до 9 тонн это считается легкой, от 10 до 12 тонн это считается средней, от 13 до 15 тонн тяжелой и от 17 до 23 тонны особо тяжелой. По устройству ходового оборудования, двух и трехосные. По системе управления рабочими органами, автогрейдер с механическим редукторным или гидравлическим управлением. Легкий автогрейдер используется для мелкого ремонта и среди дорог, построек грунтовых дорог. Средний автогрейдер для возведения земного полотна при небольших отметках, для среднего ремонта дорог. Тяжелый, особо тяжелый автогрейдер применяет при больших объемах работ и тяжелых грунтовых условиях. Как раз рисунок седьмой показано устройство автогрейдер ДЗ-1225. Состоит из гидромеханической передачи, вторая, вот как раз первый гидромеханической передачи, третий, вот этот капот, четвертый топливный бак, вот здесь как рисунку показано, пятый двигатель показано, задняя тележка, шестая, показано рисунком, задняя тележка, вот как раз, седьмая, кабина, восьмая, рулевое управление, девятая, рама, показано, вот как раз рама автогрейдера, и десятая гидросистема, электрооборудование одиннадцатая, двенадцатый, двадцатый бульдозерный отвал и тринадцатый передний мост, вот как раз показано вот здесь, через крейдерный отвал, пятнадцатый карданная передача, вот как раз карданная передача показано, 16-й корпус, 17-й кирка, 18-й двадцатая, это будет рама, вот 18-я, и 19-я стерега, вот как раз показано, и 21-я это нож отвала. симки восьмое автогрейтер показано в различные в виде автогрейтер вот наша личность закончили по данной тематике презентация глоссарии контрольные вопросы и тести все мы поставили платформы поэтому кому-то хочется подробно познакомиться по данной тематике можно посмотреть данные по лекции 5 комплект машин для строительства основания дорог сегодняшний дексе закончился если у вас вопросы пожалуйста по данной тематике пожалуйста есть у кого-нибудь вопросы а гварджону если у вас вопросы нет вопрос если будете подробно познакомиться я все материалы поставили платформы спасибо за внимание за участие увидимся в следующей декции спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...